Словом Путина, столкновение с антироссийскими силами соседней страны было неизбежным, так как там якобы специально взращивали поросль неонацизма. Этот неонацизм, к сожалению, он стал фактом жизни, достаточно большой и близкой нам стороны. Вот это очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. На российском государственном сайте РИА Новости на днях вышла статья под названием «Что Россия должна сделать с Украиной». И если у кого-то еще до сих пор оставались какие-то сомнения по поводу истинных целей российских властей в Украине, то этим людям просто нужно почитать эту статью, чтобы понять, как все обстоит на самом деле и какие цели на самом деле руководство РФ здесь преследует. В этой статье открыто обосновывается необходимость этнических чисток в Украине и массовых репрессий против украинских граждан. Уже говорится открыто о том, что истинная цель РФ это не какая-то деноцификация, там никто толком не может даже объяснить себе, что это такое, а деукраинизация. То есть, по сути, авторы даже не скрывают, что Путин воюет не с какими-то мифическими националистами, не с Западом, не со странами НАТО, а его истинная цель это просто уничтожение украинской государственности и украинского народа. Дальше я просто вам процитирую несколько фрагментов из этой статьи. Это все очень важно сохранить для истории, чтобы потом никто не сказал, знаете, что этого не было, это все какой-то фейк, который придумали для дискредитации России. Нет, это все опубликовано на государственном сайте РФ, сайте агентства РИА Новость. Итак, давайте перейдем к статье. Деноцификация необходима, когда значительная часть народа, вероятнее всего его большинство, освоена и втянута нацистским режимом в свою политику. То есть тогда, когда не работает гипотеза «народ хороший, власть плохая». То есть если поначалу Путин и вся российская пропагандистская машина утверждали, что в Украине есть такая кучка националистов у власти, плохая власть, но народ при этом в принципе хороший, нужно народ освободить, спасти, защитить от этой власти, то теперь они уже открытым текстом, без всякого стеснения пишут, что власть плохая, но и народ тоже плохой, и народ тоже должен получить по заслугам. И дальше эта мысль раскрывается по тексту. Должна быть проведена тотальная люстрация. Ликвидированы и запрещены любые организации, связавшие себя с практикой нацизма. Однако помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потокали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно в отношении гражданских лиц. Ну мы это только что видели и в Краматорске, и в Мариуполе, как там бережно относятся, где счет уже жертв идет на тысячи. Ну ладно, читаем дальше. Дальнейшая динацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями, подавлением нацистских установок и жесткой цензурой. Не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования. Как видим, теперь уже вся российская пропаганда открыта и последовательно продвигает мысль, что все украинцы нацисты. Недавно я уже цитировал известную российскую пропагандистку Маргариту Симоньян, которая то же самое фактически сказала в прямом эфире. Теперь это же пишет государственный сайт РИА Новости. То есть они последовательно утверждают, что все украинцы нацисты. А это означает, что жалеть украинцев не надо. Нужно всех подряд украинцев без разбора карать массовыми репрессиями, цензурой. То есть фактически нужно украинцам запретить быть украинцами. Название Украина, по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью деноцифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории. Дальше говорится в статье. Вновь созданные на свободном от нацизма пространстве Народной Республики должны будут расти из практики хозяйственного самоуправления, социального обеспечения, бла-бла-бла. Их политическая устремленность на деле не может быть нейтральной. Искупление вины перед Россией за отношение к ней как к врагу может реализоваться только в опоре на Россию в процессах восстановления, возрождения и развития. Никаких планов маршала для этих территорий допускать нельзя. Никакого нейтралитета в идеологическом и практическом смысле совместимого с деноцификацией быть не может. Кадры и организации, являющиеся инструментом деноцификации в новых деноцифицированных республиках, не могут не опираться на прямую силовую и организационную поддержку России. То есть они хотят запретить даже само название Украина, а нашу страну разделить на вот эти вот так называемые Народные Республики. То есть поделить на такие дистрикты, во главе которых будут стоять гавуляйтеры и управлять этими захваченными территориями. То есть если раньше они там, помните, говорили, что их цель это нейтралитет Украины, там внеблоковая Украина, а мы всегда говорили, что это просто вранье. Их настоящая цель лишить нас суверенитета. И вот теперь они уже фактически признают, что это правда. Они уже и говорят, что да, нам не нужна нейтральная Украина, надо ее просто разделить на вот эти куски, на вот эти дистрикты. То есть они перестали стесняться и прямым текстом уже пишут все, как думали с самого начала на самом деле. Деноцификацией неизбежно будет являться и деукраинизацией, отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территории исторических Малороссий и Новороссий. Будучи инструментом коммунистической сверхвласти, господи, автор просто шизофреник, после ее падения искусственный антноцентризм не остался бесхозным. Он перешел в этом своем служебном качестве под начало другой сверхвласти. Власти, стоящие над государствами, сверхвласти Запада, его необходимо вернуть в естественные границы и лишить политической функциональности. Вот тут опять видим фактически неприкрытый призыв к этноциду. Уже не скрывается, что вот эта деноцификация, это просто ширма, это просто фуфло, и истинная цель это деукраинизация Украины. То есть украинцев просто хотят заставить быть русскими. В отличие, скажем, от Грузии и стран Прибалтики, Украина, как показала история, невозможна в качестве национального государства. А попытки построить такое закономерно приводят к нацизму. Украинизм – искусственная антирусская конструкция, не имеющая собственного цивилизованного содержания, подчиненный элемент чужой и чуждой цивилизации. Дебандеризации будет самой по себе недостаточно для деноцификации. Бандеровский элемент есть лишь исполнитель и ширма, маскировка для европейского проекта нацистской Украины. Поэтому деноцификация Украины – это ее неизбежная деевропеизация. Ну и тут тоже уже открыто пишут, что истинная цель РФ – это ликвидация украинской государственности и деевропеизация. Блин, какие шизофреники вообще выдумывают эти термины, где они это все берут. Ну то есть они хотят, по сути, запретить, искоренить все какие-то прогрессивные европейские ценности, нормы, правила жизни в развитых европейских странах и вместо них насадить свои родные скрепы, то есть ценности современной РФ. А это ментальное рабство, вот это преклонение перед диктатором, фюрером или царем, сталинщина, мракобесие, бесправие. В общем, все то, что сейчас составляет вот этот так называемый русский мир. Уже в своих государственных СМИ российское государство, как видим, открыто перешло к риторике Третьего Рейха и нацистских преступников. Уже отказывается в праве на существование целому народу, отказывается в праве на существование целой стране, публикуются призывы к ликвидации этой страны, целый народ объявляется плохим. Фактически государственные СМИ публикуют призывы к этноциду. Это просто капец. Вот ниже уже, очевидно, падать некуда. При этом, что самое потрясающее, они продолжают отрицать причастность к военным преступлениям в Украине, причастность к военным преступлениям в Буче, мол, да вы что, это не мы, мы такого сделать не могли, это все провокация. Так где ж провокация, когда вы на своих государственных сайтах открыто к этому призываете? Вы публикуете призывы к этноциду, а когда вы просто свои угрозы воплощаете в жизнь, вы говорите, да ну, это не мы, мы такого сделать не могли, вы что, как вы могли на нас подумать? Ну, мы просто почитали ваши СМИ, поэтому мы не сомневаемся в том, что вы и делаете ровно то, к чему призываете и о чем пишете. И вот это, друзья, крайне важно придавать огласки максимально на весь мир. Весь мир сейчас должен знать, что на самом деле в российских СМИ публикуется, какие призывы там распространяются, какие истинные цели преследует Кремль, чтобы ни у кого не было сомнений. Но я думаю, и самим россиянам тоже важно это понимать. Поэтому поделитесь этим видео и подписывайтесь на канал. Здесь звучит правда о том, что происходит в Украине. Редактор субтитров А.Семкин